Я вас приветствую, друзья мои, приветствую, наша сегодня с вами пятница. У меня сегодня классное, хорошее настроение, была такая насыщенная консультация. Давайте-ка мы, наша сегодня с вами пятница, вечер приятный, достойный. Вообще чуть-чуть по возможности разберемся, отчего же у нас возникает то пресловутое наше с вами настроение, когда, казалось бы, ничего не происходит на первый взгляд. А потом раз, как спичка, мы зажигаемся, и наши эмоции то ли нас топят вниз, то ли наоборот поднимают до небес. У меня сегодня была такая интересная женщина, и она сказала такую потрясающую фразу. Вы знаете, говорит, я когда думаю о том, что каждый мой день, который я живу, он только мой, и я имею полное право с кем-то его разделить, а кому-то отказать. Во мне просыпается такое потрясающее внутреннее женское достоинство. А мы с ней какой-то период времени общались, ну так, длительно. И она говорит, вы знаете, я точно знаю, что вот с этим мужчиной я готова разделить свой день. Вот с этой приятельной цели подругой готова. И самое огромное удивление, которое у неё вызвало в голове, да, как осознание, есть достаточное количество людей, с которыми сегодня я свой новый день, один из тех, которые я с удовольствием живу, разделить не готова. Вот давайте мы на эту тему поговорим. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием с вами подискутирую и отвечу, если какие-то конкретные такие вещи. Ну а так, я готова, наша пятница в нашем с вами разгаре, садитесь поудобней. И начинаем разбираться в потрясающей, классной, достойной, хорошей нашей с вами жизни. И так, я готова отвечать на ваши вопросы. Добрый, добрый вам вечер. Спасибо вам сил и терпения. И вам спасибо взаимно. Добрый день, Ирина Николаевна. Добрый. С моим знакомым мы всегда хорошо общались, возраст 50+. Но он обращался ко мне на «вы», и это меня напрягало, о чем я не раз ему говорила. Изменений в общении не было. Настало время, когда я сказала, что мне не нравится такое общение. На что он ответил, ну и ладно, и мы перестали вообще общаться. Подскажите, пожалуйста, с вашей профессиональной точки зрения, почему он так ко мне обращался, без имени. Заранее вам спасибо. Ну, во-первых, это определенная дистанция. Во-вторых, это бессознательный посыл вам, что вы ему нужны в каком-то качестве. То ли вы знаете что-то, то ли человек одинокий, ему хотелось бы пообщаться, но не более того, да, так воду полить. Ну, это ваше внимание, это ваша энергия, это ваше время, в конце концов. Но без имени, без какого-то более дальнейшего посыла. Или что-то от вас было нужно, конкретно нужно. Если вы вспомните все разговоры, то там могли быть задавать вам вопросы, на которые получали ответы. То ли профессиональные, то ли банальные. Если банальные, то эмоции и время. Если профессиональные, то бесплатно вас использовали. Но без имени и на «вы» это дистанция, которая подчеркивает другому человеку, ну, такие очень ограниченные отношения без перспективы перехода куда-то. Потому что, ну, привычка присутствует, мы пытаемся как-то уже и найти хорошие качества в мужчине или в женщине, если долгий период общаемся с периодикой. А вам каждый раз показывали дистанцию и такая интеллигентная холодность. Значит, что-то от вас было нужно. Вот и посмотрите внимательно, что же вам было нужно. Так, чтобы в следующий раз не тратить собственное время, не тратить собственные силы, эмоции. И четко сразу понимать, что вот в такой подаче, в таком ракурсе, да, вас каким-то способом используют. Не так грубо, может быть, не так емко. Но с периодичностью, значит, данному человеку, который был в вашем вот таком поле зрения, хватало, было приемлемо. И как только вы отказались, ну, хорошо, мы пойдем другую найдем, с кем бы на вы пообщаться и с периодичностью. Что-то конкретно было нужно. Вспомните, посмотрите внимательно, безэмоционально, и вы сразу найдете ответ на вопрос. Без каких бы то ни было ожиданий, без каких-то ни было разочарования. Просто посмотрите, человек что-то конкретно от вас хотел. Вопрос «что?» и это, как говорится, домашнее задание, с которым вам нужно разобраться. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Давно не попадала на прямую трансляцию. Очень радостно вас видеть. Спасибо. Ну, а я слышать. В последнее время заленилась и начала спать утром в свои выходные, с 9 до 12. Голова болит, глазки закрываются. Не могу себя побороть, а день от этого короче. Переутомляемости физической нет, только если моральная. В общем, пожурите меня лентяйку. Заранее вам спасибо. Это кто-то вас уже так наградил, да, таким емким именем, а вы уже его к себе приклеили. Давайте так, когда человек физически работает, ну, есть такие профессии, их достаточно много, неуважаемые, то и сон, в зависимости от нагрузки, пока тело привыкнет к физической нагрузке, ну, требуется больше или меньше. Если мы говорим с вами о моральной какой-то, ментальной нагрузке, да, это говорит о том, что достаточный промежуток времени вы находитесь в неприемлемой, то есть агрессивной для вас среде. Происходит такой неравноценный обмен ваших эмоционально-энергетических структур, таких, да, вот внутренних понимания. И вы берете на себя слишком много негатива. Вот это называется токсичная среда. Токсичная среда, она характеризуется тем, что люди, находящиеся, или человек, если это семья, малая семья, да, который формирует это вот пространство, оно чем негативнее, чем неприятнее, тем так массопоемче. И когда вы, допустим, приходите на работу или приходите там куда-то, где вы встречаетесь с периодичностью, то к вам, вот, представляете, грязь прилипает. Эту грязь нужно перерабатывать. И ваш организм, видимо, постоянно находясь в такой среде, уже не успевает перерабатывать столько всего. И для того, чтобы вот как-то с этим справиться, сознание отправляется в сон, вы засыпаете, а организм с большей интенсивностью начинает с этим справляться. Вы где-то достаточно часто бываете в агрессивной среде. Там, где могут быть открытые конфликты, такие вот прям, ну, совсем конфликты, конфликты. Чаще это среда такая, где присутствует больше неопределенность, где включается наша с вами тревожность, где вам что-то недоговаривают, где вам дают какие-то непонятные намеки, где начинают раздувать не какие-то такие темы, какие-то там сплетни или какие-то недомолвки, какие-то такие подковерные игры, где вы включаете такой, знаете, радар тревожности и пытаетесь с этим разобраться, потому что это безопасность, она нарушается. Вы пытаетесь найти внутренние как-то там хоть какие-то приоритеты, хоть какие-то слова, хоть какие-то намеки. И оно всё обрабатывается, обрабатывается, чего-то не хватает, у вас тратится в два раза больше энергии, сигнальная система начинает сбоить. Вы валитесь, приходя домой, допустим, да, поднимаетесь. Это какой-то образ или какая-то застывшая картинка, которая согласно вашей памяти, согласно вашим каким-то нерешённым там программкам, каким-то неразрешённым родовым или семейным, каким-то сценарием, она цепляется, и у вас начинает раскручиваться негативный инцидентик, который без конца, как вот образ, как картинка, она может быть плоская, выходит. То есть подобие. Вы выстраиваете ассоциацию, и это ещё дополнительная энергия и получается. Вы не находите варианта разрешения. У вас возникают не очень приятные ассоциации. Ваше тело напрягается, пытается найти или определить, откуда может быть нападение, кто тут главный, кто за кем стоит. Это все подковёрные игры. И в итоге вы изматываетесь за один день, допустим, рабочий, в три раза быстрее. И, естественно, вы будете спать, будет сонливость, потому что, с одной стороны, сознание пытается отключиться от того, в чём оно не очень разбирается, потому что нет инструментов и нет понимания. И вы это, скорее всего, ни с кем не проговариваете. Второе тело изнашивается, потому что очень разнонаправленные команды, которые нужно выполнять, то ли сидеть, то ли идти, то ли спросить, то ли работать, то ли ещё что-то такое. Разнонаправленный вектор вашего внимания, он тоже забирает достаточно много вашей энергии и сил. И в итоге вы приползаете домой, вроде ничего не делал или не делала, а на самом деле получается отключка. Попробуйте разобраться, в какую систему, в какое место вам не хочется идти. Куда вы идёте, начинаете условно что-то забывать, спотыкаться, какая-то такая суета, кружитесь на одном месте, пытаясь собрать сумочку от ключей до губной помады. Вот это вам тело показывает, что туда, куда вы собираетесь идти, ну, совсем вашему телу некомфортно, вы не решаете задачу или не можете найти вариант, значит, оттуда пора. В противном случае начнутся болячки, ну, потому что тело будет защищаться от всего того, что на него выливают, а вы, как мыслящий человек, на это не реагируете. Вот так это работает. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Интуитивно знаю, что нравлюсь троим женатым мужчинам, сама не замужем, но отношение ко мне меня ставит в тупик, потому что они как бы своим поведением ждут от меня поклонения, в смысле, чтобы первая поздоровалась, заговорила. У меня другое представление о том, как женщина нравится. Мужчина должен показывать знаки внимания. Мы все не молодые, нам за 50. Я стройная, вес 56, а у них жены 100 кг плюс. Подскажите, пожалуйста, как понять отношение их ко мне? Уводить из семьи никого не хочу, а нравится мужчинам мне нравится. Буду вам безмерно признательна за ответ. Давайте начнем с последней фразы. Значит, ну как любой, наверное, женщине требуется внимание, вы испытываете недостаток этого внимания, постоянства в этом не присутствует, и такая внутренняя потребность, она нарастает. Когда вас провоцируют женатые мужчины на такие вещи, вы же точно понимаете, что у них есть свое представление на тему того, ну вот если она сама подойдет, значит, это своего рода сигнал, и мне ничего не придется делать, я ничего не буду ей обещать, ну а так там пойдет-пойдет, не пойдет-не пойдет. Это такая пассивная, да, позиция мужчин, допустим, по отношению к вам, и ваше представление, что их сразу трое, тоже запускает такую наперсточную, да, систему мышления в вашей голове, и вы как-то так или иначе пытаетесь то ли выгадывать, то ли еще что-то. С одной стороны это приятно, а с другой стороны, ну ваши принципы, которые вы озвучили, не очень пускают вас туда. Но вы же прекрасно понимаете, что перспектива так себе. Внимание, ну, наверное, если это будет человеческое внимание, будет приятно. Человеческое внимание, это когда у вас более или менее какие-то профессиональные отношения, где каждый из людей не переходит личной границы, да, нет провокационной системы. А вы, судя по всему, провоцируете. Ну так, ну провоцируете. И эта провокация естественным образом выдаёт реакцию мужчины, ну, коль ты спровоцировала, подходи и я дам тебе там или что-то с тобой сделаю, коль ты так провоцируешь. Так вот сначала вам нужно убрать провокацию. Знаете, женщина, уважающая себя, она, во-первых, не будет провоцировать мужчину, тем более женатого, потому что это, ну, малоперспективная история и что-то даже если там не будет получаться, обязательно эта женщина будет виновата. А с другой стороны, вот немножко пересмотрите, какого вы внимания действительно хотите. И в зависимости от того, что вы проясните, какого вы внимания хотите от данных мужчин или вообще от мужчин, ну тогда можно и сформировать новую модель подачи себя. Если вы довольствуетесь провокацией, соблазнением, ну это тогда ваш внутренний подросток до 14 лет. Ну тогда этот мужчина будет выполнять такую бродяжническую роль из семьи к вам, от вас к семье, да, и вы еще в большей степени будете страдать. Чуть-чуть повзрослеть нужно внутренне, для того, чтобы мужчина точно понимал, что вот к ней подходить нужно с достоинством, подходить нужно с конкретным предложением. В противном случае там не будет успеха и изначально, когда мужчина так смотрит на женщину, он ее уважает. Уважение присутствует как к ней, как к женщине, неважно, каков ее возраст, сколько ей лет, как к профессионалу, которая что-то из себя представляет. И в принципе к тому, насколько, я не побоюсь этого слова, она мудрая или не очень. И вот тогда, когда мужчина подходит, он подходит прежде всего к человеку, то есть профессионалу, да, о чем-то нужно разговаривать. Не сразу давать посыл, ты со мной здороваться будешь, ты вчера вот так прошла. Это ну такие детские, знаете, песочнические отношения. Вы спровоцировали, он откликнулся, но дальше это никуда не идет. Вы сначала у себя самой спросите, а вы каких отношений хотите? Что в этих отношениях должно быть, знаете, как вот точка или ось, вокруг которого это все будет общаться? Если вы хотите смотреть в одну сторону и для вас какие-то приоритеты первого, второго или третьего уровня первичный, ну тогда на этот уровень не поднимайтесь и оставайтесь, тогда и тот будет обращать внимание, которому понятен уровень, на котором вы находитесь. А если вы телесно ориентированы, в этом нет ничего плохого, ну тогда принципам своим не противоречите и не соблазняйте женатых, потому что и вам будет плохо, и они как-то будут непонятно себя чувствовать, ну ты же сама, а я вроде, ну ты же понимаешь, ну это такое бесконечные эти проблемы, которые вот и консультации же вы смотрите и так я вам могу сказать, что все следующее хуже предыдущего. Если вы остаетесь на том же уровне, а не дай вам, Господи, опуститься еще ниже вдруг, ну чтобы не остаться одной там или не остаться одному, или как-то попроще упростить там какие-то, да, свести до минимума, а вот если подниматься, тогда нужно подняться самой и давать посыл, не соблазнение, а посыл тому мужчине, с которым бы вас что-то объединяло. Ну и вообще, в принципе, на работе, зачем оно вам нужно? Это, ну, бесперспективная история, потому что не столько там будет какого-то взаимодействия, сколько будет этого всего обсуждения. Это те последствия, которые мы крайне редко всегда для себя просчитываем, да, или проясняем, и начинаем потом огребать по полной программке и думаем, откуда это все прилетело. Вот оттуда и прилетело. Не соблазняйте женатых, а четко у себя спросите, как, допустим, следующие 10 лет вы хотели бы прожить и с кем? И вот это вот внутреннее осознание, что для вас важно, что для вас ценно, и что бы хотелось дополнить к этой ценности и важности, вот тогда и зародится картинка, кто с вами может быть находиться рядом, что вы можете ему дать, что он может дать вам, вот этот взаимообмен. И уровень восхищения, когда вы можете сотворить все это, это внутренняя вера в то, что это возможно. И как только вы поверите, что это возможно, потому что это ваше внутреннее состояние женское такое, когда вы точно знаете, дверь открываете, он стоит, он стоит с букетом, он стоит, у него глаза сияют, и вы ему откликаетесь. И не важно, что он пришел для того, чтобы пригласить вас в театр, но когда вы будете в театре, вы поймете, что вот этот мужчина-защитник, ему нужно доверять, он уважительно и очень бережно к вам относится. и для того, чтобы эти отношения чуть пошли дальше, на это нужно время, и вы это время себе даете. И вам от этого хорошо, что вы можете управлять собственной жизнью, собственным состоянием, и получать от этого удовольствие. Вот женское начало, оно работает от того, что вы осознаете и понимаете, что кому-то вы можете подарить многое, дать, а кому-то улыбнуться, сказать, ну прости, пожалуйста, ну прости, пожалуйста. Нет. Ну нет. И это не обида, и это не принижение, это ваше решение. Так вот решите сначала для себя, с кем бы вы хотели поделиться своим внутренним состоянием, своей женской энергией, вот своей теплотой, заботой, как долго и на каких условиях. Мы так или иначе, все равно выставляем друг другу условия. А если эти условия не выполняются, то отношения расторгаются или приходят в упадок, да, или люди расстаются. Так вот, каковы ваши условия, которые вы для себя сами сотворили в собственной голове, мыслью, и чтобы вас там, ну так, вдохновило, как следующие 10 лет вы хотели бы прожить? Как? Хотя бы помечтайте. Хотя бы попробуйте вспомнить то, чего вам недоставало, это наши пресловутые эмоции. Это наши эмоции, которые накапливаются, они не имеют прошлого, они или минус, или плюс. И вот этот плюс, что бы вы хотели себе подарить в следующие 10 лет? Как долго? Или сразу? Или постепенно? Как? Вот это и называется познание себя, тем более женщины. Подумайте, и тогда сразу станет все понятно. А вот эти вот, знаете, такие интрижки, то вам кажется, что он вам что-то сигнализирует, потому что вам так хочется. Ему кажется, что он такой могучий, и вы на него обратили внимание, и это льстит самолюбие мужчины. А в итоге-то что? Он сразу вам выставляет условия, через которые невозможно пройти, или он не хочет через них проходить. А вы будете вынуждены соглашаться с этими условиями, значит, наступать себе на горлышко. Надо ли? Надо ли? Вот основной вопрос, потому что наша жизнь с вами, это наша жизнь. И вы должны знать, тем более женщины, кому вы позволите находиться с вами рядом? Кто будет вас радовать? Кто вас будет восхищать? Кто вам будет организовывать безопасность? Кто, кого, вернее, вы будете встречать, открывая дверь? И вот эта вся ваша душа, всё внутреннее ваше состояние, она будет от радости петь. Петь. И вы этой радостью будете делиться и получать взамен то же самое. Мы же на самом деле хотим-то одного и того же. Все буквально, вот все, кто меня смотрит сейчас, и я в том числе. Так вот, учитесь общаться. И когда человек заходит и открывается дверь, я вам точно могу сказать, это ни с чем несравнимое чувство. Ну, ни с чем. Когда женщина ждёт этого человека, и он очень благодарен за то, что она его ждёт. И дарит столько эмоций, столько впечатлений, что женщина на седьмом небе отчасти. вот давайте мы к этому будем стремиться, и такая наша короткая жизнь, нам нужно успеть, действительно нужно успеть прожить вот эти самые замечательные, самые классные моменты. Потом мы с вами будем профессионально работать, потом мы будем там друг друга обучать, или друг другу помогать, или как-то там по-другому взаимодействовать. Ну, вот это в жизни должно быть. Возраст не имеет значения. И чем меньше у женщины присутствует это в жизни, тем больше она обделена. Чем меньше женщина дарит своему мужчине внимание, энергию, открывает ему пространство, подготавливает это пространство, тем больших успехов, тем больших высот он может добиться. А если это мы как-то приспособы такие, ну, вроде как, ну, вроде чего-то, бесконечная договоренность и убалтывание себя, то это называется обыватель. А обывательство это когда ревность, зависть и все эти негативные эмоции со временем человека заполняют полностью. И мы уже не видим, кто рядом. И нас уже заматывает этот быт, о котором разбивается всё на свете, и кто-то начинает жадничать, а кто-то думает, ну, как же так, я прожила столько лет, куда я пойду, кому я нужна. Не надо распыляться. Нужно выбирать из множества того, с кем вам действительно хорошо и с кем есть перспектива, потому что играть по чужим правилам и участвовать в чужих условиях, где вам навязывается определенная роль для утехи. будьте, пожалуйста, к себе внимательны, уважительны и понимайте, что каждый ваш день он только ваш, и вы имеете полное право провести его так, как вы хотите и с тем, с кем бы вы хотели. И не важно, что нужно будет чуть-чуть набраться терпения, поискать, подождать, разобраться, увидеть, поработать немножко внутри, чтобы создался вот этот именно образ. все наши желания с вами исполняются и хорошие, и плохие. Так вот, исполнение, пожалуйста, делайте корректно по отношению к себе и по отношению к тому, с кем бы вам хотелось находиться рядом, вместе и как можно дольше. Добрый день. Добрый. Почему, когда задаешь четкий вопрос, собеседник выливает кучу воды, но суть вопроса остается без ответа и чувствует себя некомфортно, ведь информацию не получила. Что стоит за говорунами? Забор внимания, сливание вот этих вот не очень положительных эмоций, ну и такое забалтывание вас, чтобы, во-первых, вы не напрягали, во-вторых, приучают, скорее всего, чтобы вы самостоятельно занимались тем, о чем спрашиваете, ну и в-третьих, величие, которое никуда не ведет, это называется голый король, ну или голая королева. Если слов много, а дел мало и сути никакой нет, это такое забалтывание для того, чтобы никто не увидел или никто не проник в глубину данного человека и не нащупал эту пресловутую ущербность, которая очень уязвима на самом деле. А для того, чтобы, если это рабочие моменты, вы заведите немножко другую привычку. Вы сначала пишите какое-то корректное письмо, не обязательно большое, а с вопросником, потом его распечатать и говорите минуту. Меня сейчас интересует ответ на вопрос первый. Так-то. Так, здесь понятна точка. Теперь переходим ко второму вопросу. Это называется управление профессиональными ролями и отношениями, когда ваше время, это, собственно говоря, есть деньги. Тогда в вашем случае не должно быть эмоций и ни в коем случае не должно внутри зарождаться вот это какое-то пресловутое состояние о том, что, ну, нельзя перебивать, нельзя надо выслушать там потому, что потому. Тогда вы тратите свое время, а человек вот выливает или забалтывает вас ну, таким ни о чем, забирая ваше внимание, забирая ваше время, но при удобном случае он обязательно корректно скажет, я же тебе объяснял вчера. Странно, что ты не поняла. И когда в вашем коллективе, да, или в вашем отделе есть такой сотрудник, который вот так поставил вас в управляемую позицию, значит, вам нужно перевернуть историю и начинать с письма, с вопросов и управлять ситуацией. Во-первых, вы себя почувствуете более, ну, так, в достойной позиции, роли. Во-вторых, человек перестанет там через 2-3 беседы сливать на вас это все и потом говорить о том, что я тебе все сказала. Это такое красивое перекладывание ответственности и последствия на вас, потому что кто-то видел, что вы разговариваете, вы точно помните, что это было, а вот сутевой нагрузки не присутствует. Это те нюансы, в которых нужно учиться разбираться, потому что мы не глупые с вами, мы просто многого не знаем в силу занятости, в силу непонимания, в силу там, ну, наверное, и так сойдет, ну, такого какого-то пренебрежительного отношения к себе. А когда вы начнете немножечко понимать о том, что ну, к себе уважение порождает уважение других по отношению к вам. То, что касается профессиональной деятельности, это однозначно. Каждый из нас, и я думаю, что вы это сейчас перед собой увидите, каждый, приходя на работу, так ли иначе начинает в пинг-понг играть, чтобы за счет кого-то утвердиться, потому что присутствуют же и пресловутый карьерный рост. Очень хочется за счет кого-то самоутвердиться, кого-то прогнуть, на кого-то работенку сбросить, ну, много чего присутствует. И если вы это все безропотно выполняете или сгладываете, то вы будете мальчиком или девочкой для питья. Тогда нужно учиться защищать свои границы даже в профессиональной деятельности, личной в том числе, профессиональной в том числе, временные в том числе. Если всех подряд выслушивать, вы не выполните свою работу и вас же в этом обвинят и заставят делать два раза больше, потому что вы не можете сказать нет, вы не можете управлять разговором или переговорным каким-то процессом, и этому просто нужно учиться. Это так. Это просто новый навык, который даст вам достаточно большее количество преимуществ, нежели чем вы имели до этого. Ничего личного, никаких там самооценок, что я такая дурна, или еще какая-то нет. Просто этот навык поможет вам более корректно, более быстро, более качественно и более профессионально решать те задачки, с которыми вам приходится сталкиваться на своем рабочем месте. Ирина Николаевна, как найти свою любовь, хочется обрести свое счастье душевное, и вообще есть ли любовь в нашем мире, и стоит ли к ней стремиться, и главное ли эта любовь в нашей жизни, не знаю, чего хочу, мужчина спрашивает. любовь точно есть. Это такое потрясающее чувство. У меня почему-то это ассоциируется, знаете, с игрой на арфе, с северным сиянием, но в силу того, что и то слышала, и то видела, вот какие-то такие очень глубокие, очень красивые картины накладываются на музыку, и вот на чувствительность такую. Без любви вообще делать нечего, честно. Она, это творческий потенциал, это то, что вдохновляет, это то, что вас поднимает, это то, что преображает вашу жизнь и все, что связано с вами вокруг вас. Она есть, это однозначно. Услышьте меня, пожалуйста. Я вам точно говорю, что она есть. Это то, ради чего хочется жить. это то, что у каждого из нас должно быть обязательно. Ее не нужно искать, ее нужно чувствовать. Она должна быть взаимной. Есть иногда, у меня даже консультация какая-то года-четыре была, когда девушка в слезах спрашивала о том, что вот я же его любила, это ваше чувство. Оно не может быть ущербным и страдальческим. Оно ни от чего не зависит. Просто человек, находящийся рядом или пришедший в вашу жизнь, он как ключик открывает это чувство. И когда этот человек находится рядом, это, я честно даже не знаю, как вам это объяснить, но это что-то такое потрясающее, это что-то такое необыкновенное. И оно всегда останется с вами. Человек может быть, может не быть. Конечно, классно, когда он рядом постоянно, и это потрясающе, но это вы открыли свою душу. И вы в любой момент это чувство можете переложить на свою работу, на своих близких, на того, кто с вами рядом. Это жизнь на самом деле. Это жизнь внутренняя, которая не даёт вам распасться, которая не даёт вам ненависть, которая не даёт вам уныние, вот эти обиды каких-то... Вы просто понимаете всё в этом мире. Это движок такой внутренний, который зажигает рядом находящиеся с вами людей, который даёт возможность что-то преодолеть, а что-то сотворить. Можно, конечно, себя уболтать, можно как-то там что-то придумать, но если мы говорим о мужчине и женщине, то мужская любовь женщину окрыляет. Она становится счастливой, она становится молодой, она улыбается, у неё горят глаза. И она отдавая взаимность такому мужчине, он окрыляется, он наполняется. Это хорошо чувствуется, ну правда чувствуется хорошо. Это сразу видно, это видно на парах, это видно по пластике женщине, это видно по её глазам, это видно по её подаче. Она просто знает, что она защищена. Любовь, она всегда приходит, знаете, как-то неожиданно. Это для того, чтобы нам с вами проверить, вы действительно умеете чувствовать, или подмена происходит такая, ниже пояса, и всё находится там. Но там нет чувствительности. А вот чувствительность это когда вы точно знаете, что это ваше, а она знает, что вот она без вас не сможет. И это всегда неожиданно. В самый неподходящий момент, это когда, знаете, есть вот, ну каждого из нас, наверное, было такое состояние, что вы встречаете человека, вроде знали его много лет, и вот что-то какая-то неведомая сила, и вы точно знаете, что это он. Почему раньше этого не замечали? Не понимаю. Ну вот это он. Или такое впечатление, когда первый раз человека встречаете, у вас внутренний, это такая вот вера, и она не требует никаких доказателей, что вы его знаете или её знаете тысячу лет. Вот это первый сигнал, да, первый сигнал. Не влечение, как бы мне бы с ней куда-то. А вот именно, что вы так долго её искали, и она действительно или он вот того, кого я знаю много-много лет. И такое впечатление, что вы просто шли в одну точку для того, чтобы встретиться. Любовь не обманывает никогда. Любовь не предаёт, любовь не причиняет боль. Два человека объединяются вне зависимости от временных рамках, как они могут себе это позволить. но они предугадывают друг друга желание. И это потребность, это человеческая потребность, это необходимость в отношениях, это обязательное условие, потому что когда ты любишь, нельзя причинять боль, невозможно это сделать. Когда хочется отдавать, когда хочется мужчина, допустим, оберегать, это чувство защищённости женщины, оно самое дорогое, что может подарить его женщина для того, чтобы он чувствовал себя мужчиной. Это такая очень-очень глубокая взаимосвязь, она чувствуется. Вот если вернуться для понимания через два вопроса, вот это как токсичная среда. Мы же её не замечаем, но мы ощущаем, что нам плохо, и нам так линоч хочется от неё уйти. Это ровная противоположность. Это там, где вас разрушают. Это там, где подспудно в мыслях то ли с вами борются, то ли вам что-то доказывают, то ли вас имеют, то ли вас пытаются использовать, то ли приспосабливаются к вам, чтобы было поудобнее, или вы к кому-то. Это неплохо, нехорошо. Это выброс, простите, выбор образа жизни. И вот эта среда, а женщина наполняет пространство, в котором она находится, в доме, в квартире, где-то там даже в том же отделе, если она лидирует. Это женская энергия, и если там плохо находиться, то о любви разговора быть не может. Если скандальность, претензионность, обман, какое-то такое стяжательство присутствует, ну это точно не любовь. Это точно не любовь. Так вот, для того, чтобы ее прочувствовать, попробуйте хотя бы внутри себя, ну хотя бы немножечко ощутить не вот эта токсичность или нулевка, когда что воля, что неволя, все равно тупо надо идти, денег заработать и как-то там прожить этот день. Это уже день сурка, это человек еще не умер, но уже почти. А вот если сама жизнь, то хотя бы когда по улицам идете, обращайте внимание, патологически все люди смотрят вниз, у них потухшие глаза, они просто тянут лямку. и как-то выбиваются те, которые не видят вокруг себя происходящего. Они вот друг в друга погружены, и у них свой мир, в котором им очень хорошо, в котором они понимают друг друга с полувзгляда, с полуслова, и это практически одно целое. и у этих людей все получается. Беды у нас одинаковые, а счастье, вот каждый создает свое, и глубину счастья, это у каждого свое, и оберегаем мы каждый по-своему. Вот сначала это чувство нужно взрастить в себе, хотя бы на немножечко подумать, посмотреть под другим углом и на тех людей, которые вам нравятся, и как они себя ведут, и у себя спрашивать, у себя внутри, это кто мой нет, мой нет, и если нет, то не делайте несчастным ни себя, ни другого человека. Это мое такое субъективное представление, это мои переживания, которые есть во мне, я их передаю вот как могу, слов не хватает, но тем не менее, я очень надеюсь, что я посыл передала, и это как тот маячок, с которым наверное, на мой взгляд, будет попроще вам, для того, чтобы не ошибаться, для того, чтобы не испытывать разочарование, потому что разочарование – это такая глубокая яма, если их постоянно испытывать, то оттуда практически никогда нельзя уже со временем выбраться. почему мы такие злющие, критичные, категоричные становимся с возрастом, потому что, собственно говоря, они позволяли себе любить. Любовь, она отдающая, и она взаимная, и даже если не взаимная, или по каким-то причинам что-то произошло не так, это то, что вас будет сподвигать по жизни, это то, чем вы будете делиться, и поверьте, на это изобилие, внутреннее, такое классное, замечательное состояние обязательно придет или мужчина, или женщина, неважно, для которого это чувство будет очень ценное, и очень благодарен будет тот человек, которому вы позволите испытать это чувство рядом с собой, неважно, мужчина это или женщина, это очень достойно, я вам честно говорю, это очень достойно, на мой взгляд, к этому нужно и стремиться, все остальное, ну такая типичная банальщина, у кого сколько раз куда кто съездил, сколько кто заработал, и кто кого сколько обманул, и кто с кого что-то там вытащил, а когда люди любят или развивают вот это вот первичное чувство, вокруг них преображается мир, и у них все получается гораздо проще, нежели, чем у всех остальных, и лямку тянуть не нужно, и все как по волшебству, вот именно этой волшебной палочки, вот женщина творит, мужчина подхватывает, и все преобразовывается, в противном случае тяжкий труд двух людей с обременением, кредитами, с мамами, с папами, с этими советчиками, руководителями, всеми прочими, учитесь подниматься над этим всем, учитесь различать, кто с кем или с чем к вам приходит, и жизнь она будет, я не скажу, что проще, она будет гораздо интереснее. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Хочу задать вам вопрос, как обрести счастье и спокойствие в душе, чтобы все радовало и была любовь к жизни, хочется достичь понимания этой жизни, радоваться всему-всему, мужчина спрашивает. Ну так опять же, столько же проговорила, сначала нужно эту жизнь немножечко изучить, а какая она на самом деле. Наше представление мы берем из нашей семьи, из каких-то там общений, школы, садики, институты, друзья, товарищи, те или иные организации, и это все достаточно накоплено внутри и перемешано как в блендере, и выскакивают оттуда кусочки, знаете, как я всегда говорю, киви, яблочко, грушки, и собственно говоря, эти кусочки-то не спрашивают, хотите вы их кушать или не хотите, вас принуждает пить со стакана все то, что вы там наболтали. Вот принцип жизни, когда вы немножечко расчищаете свое пространство, когда вы перестаете пугаться, почему во многих сперах желательно хотя бы немножечко разбираться, потому что мы такие все коммерческие стали сейчас, языки у всех такие завуалированные, и когда вам нагружают чем-то, а вы это берете даже без какого-то критического мышления и одеваете себе на голову, то это такая очень неприятная история, потому что нашему мозгу нашей голове все равно, что обрабатывать. Если тысячу раз сказать одно и то же там яблоко кислое, яблоко кислое, то вам будут выдавать эту команду, и даже самое сладкое яблоко будет вам казаться кислым. Почему? Чтобы что-то полюбить, это нужно ли прочувствовать, это высокий уровень душевной организации, допустим, да, вы разбираетесь в своих чувствах и сигналах своего тела, и вам есть с чем сравнивать, потому что это уже было в вашей жизни, не тупой опыт, который хочется забыть, а именно выводы из того опыта, как последствия, которые были от того, что совершал человек, и к чему это все привело. Так вот, с части это стать частью этого мира, но нельзя стать частью, не понимая какого мира, что вы хотите прояснить и с какими людьми вы хотите объединиться, чтобы эти все части создали целое. Если мы друг друга не знаем и думаем, что мы тут все одинаковые, что мы вот тут все вот прям вот совсем вот такие братья и сестры, я вас уверяю, что это не так. А вот раскрыть свое хотя бы интеллектуальное понимание, хотя бы логики и понимая, о чем человек говорит, какие действия, тогда, во-первых, залипания не будет, потому что отсюда зарождаются все зависимости, тогда, когда человек без знаний и манипулирует. Есть много сюжетных линий, много таких человеческих переплетений, когда мы манипуляцию выдаем за такое желаемое внимание, когда человек играет какую-то не очень качественную роль и даже не отмечает, как фальшивит на словах, и абсолютно уверен в том, что его не слышат. Но много есть нюансов, и когда вы начинаете это все проговаривать, когда у вас всплывают вот то, на что мы не хотим смотреть, вот и зарождается чистота внутренняя, и многое, что открывается. Это та жизнь, которую нам нужно научиться в параллель жить, для того, чтобы не входить в некачественные отношения, не позволять или наоборот учиться на том, что есть для того, чтобы поднимать свой уровень развития, а потом свободно как-то менять сценарий или изменять тот сценарий, или наоборот по-другому начинать разговаривать на языке того, с кем бы вам хотелось поговорить, или уходить вовремя и красиво, и не позволять, чтобы вас там как-то использовали. Много-много чего есть. Так вот, пока с этим вы не разберетесь, где вы находитесь и кто или кем вы, или кто вами управляет, или что вами движет внутри, стать счастливым человеком невозможно. Ну, потому что эта среда, она затягивает, это такой гимнатический сон с кнопкой самообмана, да ладно, да ничего страшного, но так получилось. Это все отговорки, которые позволяют нам отодвинуть в неопределенное будущее решение самых насущных задач, без которых мы и не можем быть счастливыми. А счастье, я еще раз говорю, у каждого оно в приоритете по уровню. Желательно собрать все вместе, это тогда высший пилотаж, но это не сразу получается. Так что вот начинаем с нижнего уровня, с кем общаетесь, насколько вам комфортно, что вы слышите, насколько это соответствует поступкам человека, и если это не свойственно, не соответствует, значит вас очень хорошо обманывают, разводят, и имеют на какой-то промежуток времени, и как только вас отымеют, ну вы тогда перестанете иметь ценность для тех, кто вводит вас в такие жесткие заблуждения, и самое ужасное, что вам ответить будет нечем. И тогда зарождаются пресловутые наши вот эти все установки убеждения, все бабы такие, все мужики такие, и вообще свекрови все такие, тещи все такие. Мы распределяем свой негативный опыт на всех тех, для того, чтобы было легче дышать, как-то можно было с этим справляться. Не надо распределять, надо разбираться, где вы, в какой семье выросли, как вы ведете по жизни ваша разрешительная база, ваши запреты, ваши скрытые какие-то негативные программки. С этим совсем нужно разбираться. И как только вы это все увидите, а это не очень приятно мужчинам, это всегда страшно, женщинам это всегда больно, это все лень, это все какие-то отговорки без конца, это потому, что мы абсолютно взяли чужое убеждение, что мы не справимся. Я вас уверяю, справимся. Всегда справимся, если человек готов создать со своей жизнью или сотворить в своей жизни что-то более качественное, более высокое для себя, прежде всего. Не эгоистично использовать других и тешить свое самолюбие, это абьюз. Это очень глубоко несчастный человек, абсолютно с выгоренной, с выжженной душой и сердцем, живущий какой-то ненавистью, прежде всего, по отношению к себе, но и в силу того, что с этим невозможно справиться, мы причиняем всем остальным. Это не про любовь, я уже сказала. А вот когда отношение классное к себе и понимаешь, что все своими руками творю вокруг себя, ну тогда вы же представляете, что вы можете сотворить и для себя, и для любого другого человека, если у вас возникнет вот это вот состояние искры, искры и разговора чувственности на одном языке, с полуслова, с полувзгляда. Вот тогда будет шедевр и тогда творчество будет бить так, что все остальные будут смотреть на вас и говорить, ну наверное точно сумасшедшие. А вот тут нужно будет справляться с огромным количеством положительных эмоций и точно оберегать вот все то, что вам придется сотворить и не фонтанировать, потому что это в принципе очень здорово раздражает. Но это следующий этап. А начинаем с того, где я нахожусь, как я к себе отношусь и кто со мной вместе рядом и к чему собственно говоря на протяжении какого-то периода времени это все движется. Насколько циклично, насколько радует, насколько хочется идти, не хочется идти. Ну вот много вот этого всего, где вы просто честно начинаете разговаривать с самим собой или сама с собой. И с этого момента желательно, чтобы кто-то был рядом, кто абсолютно не заинтересован в том, что вы делаете, но профессионально мог бы вам ответить на ваши вопросы, потому что из этого порядка, с самого нижнего порядка, и начинается прояснение правды, обмана, всех этих малых нюансов, с которыми мы просто скользим взглядом и не хотим сталкиваться, потому что они, как правило, они очень приятны для нас. Тем более после работы, тем более по зиме, когда уже темно и когда уже хочется, как мне сегодня женщина сказала, хочется отдуплиться на кровати и вообще никого не слышать, не видеть, включить какое-нибудь кино, а потом заснуть, завтра проснуться и всё по-новой. Это тоже выбор жизни. Вот и посмотрите на свой выбор, который вы совершили когда-то, давно или не очень. И этот выбор сейчас воплощается вашими руками, вашими мыслями и вашими словами. Здравствуйте. Здравствуйте. Заметила за собой признаки токсичности. Мне это очень не нравится. Возможно ли и каким образом убрать это из своей жизни? Ну, токсичность она у нас бывает какая? Или вы проживаете жизнь собственного родителя там или близкого человека и в силу взятой этой жизни и не дай бог, если ваш родитель был токсичен, вы просто это накапливаете как, знаете, в сундучок, как надобность, потому что когда мы одеваем на себя чужую жизнь, мы даже не осознавая, не понимая, берём всё, болячки, негативные эмоции, образ жизни, одежда, ну вот всё-всё-всё, берём и проживаем, это одна история. Вторая история это степень вашей неудовлетворённости и зависть пресловутая, которая порождает нашу токсичность и вот это вот желание кого-то ну как-то так принизить, обесценить, потому что собственные результаты не очень устраивают. Обесценка это тогда, когда у человека нет того, на что он заглядывается, да, значит, он где-то застрял в каком-то периоде своим и дальше не перестал развиваться. И тогда вот эта пустота, она или наполняется чем-то хорошим знаниями, навыками, классным общением, приятными эмоциями, передвижениями, ну вот всё вместе оно закручивается в такой именно очень достойный образ жизни, занятость, потому что если женщина, то она не занята, у неё будет накапливаться агрессия, потому что женщине нужно быть занятой, не убиваться на работе, а вот именно быть занятой тем, что ей нравится, в чём-то разбираться, в чём-то участвовать, что-то передавать. Мы всегда, женщина всегда связана со знаниями, а мужчина — это действия, это навыки, это что-то нужно делать, это как-то выстраивать стратегическую перспективу. Если это не получается, значит, нужно объединяться с какой-то женщиной или с консультантом и пытаться это настроить. Нет такого, что мы не умеем. У нас это всё внутри есть, и мы никогда не будем заниматься тем делом, которое у нас изнутри вот эмоционально не вдохновляет или не сподвигает на подвиги познания. Так что другой вопрос, когда идёт принуждение, оно с самого детства, и та, которая должна условно быть хорошим фигуристом, стала бухгалтером, это будет штормить насмерть. И тогда нужно уходить с бухгалтерии и пробовать себя, где вспоминать своё там детство, что хотелось, чем заниматься, и хотя бы как хобби коньки нужно вводить в жизнь для того, чтобы немножко разгружать вот эту отрицательную накопленную эмоциональную часть. Вот и у вас или вы проживаете чью-то жизнь, или вы копите эту отрицательную эмоцию, она уплотняется как масса, потому что всё, что вас окружает, всё там, где вы находите, вас абсолютно не устраивает. Значит, вы недополучаете ваши ожидания, и тот результат, который вы имеете, они очень-очень, знаете, как полярный. И вот эта полярность, внутренняя яма и заполняется нашими отрицательными эмоциями. Значит, как-то их нужно классифицировать, при помощи чего вы туда их кладёте, да что не нравится. И менять, не надо сразу, кардинально, вот ни в коем случае, а постепенно, постепенно выводить то, что вас раздражает, и вводить то, что вам будет нравиться. И на этих вот минусовых эмоциях, начиная перерабатывать, это тоже импульс, когда вы чуть разозлились, когда вы чуть себя смотивировали внутренне, и тогда побежали, побежали, там что-то сделали, наоборот пошли, или наоборот отказали, или наоборот посмотрели другим взглядом то ли на ситуацию, то ли на человека. Тогда не будет обид, тогда будет понимание, что есть времена, когда люди расходятся, есть времена, когда люди сходятся, но основное чувство должно всегда быть внутри, вам всем должно быть хорошо, вы всегда внутри должны испытывать, хотя бы тихую радость от того, что вы управляете собственной жизнью, вы видите свою перспективу, тогда и объединяясь в пару ли, в коллектив ли, вы аккумулируете все вложенные усилия, и это будет 2, а будет 3, 5, это будет 10. Все, что аккумулируется, все, что вкладывается, оно приумножается, ну, словно x2, x3, и тогда вам будет хорошо, и вы не будете токсичить, вы не будете раздражаться, вы не будете агрессировать, потому что вы создаете себе условия, в которых, во-первых, вы нужны, во-вторых, вы можете чему-то научиться, вы можете этим поделиться, вы можете не находиться в постоянном напряжении, потому что присутствует определенность этих отношений, значит, вы не будете себя контролировать, что сказать, что не сказать, Вы не будете там что-то прятать, потому что слишком много обмана или какого-то приспособленчества или какого-то там внутреннего безысходного состояния, что мне тут надо пережить, а там дальше посмотрим. Это же всё внутри копится, и оно разрушает человека. Чем легче вы будете внутри, чем понятнее ваша будет позиция, чем меньше вы будете себе лгать и другим в том числе, но чем проще и качественнее вам будет жизнь. Надо разобраться, как вы хотите жить эту жизнь. С кем, как, куда идти, куда стремиться. А всё остальное притягивается. Деньги притягивает женщина. Если женщина мужчину не любит, не ценит, не уважает, не восхищается, ну не будет у мужика денег, ну не будет у него этих денег. Он будет наоборот пить там, гнусить и что-то делать. Значит, женщина им недовольна, но она его держит, и она будет его разрушать. Почему, чем легче вы относитесь к себе, ну не обманывая себя, не принуждая, не уговаривая в чём-то, как все условно там что-то делают. Нет. Точно так же, если мужчина женщину там забивает, не даёт ей эмоции, ограничивает её, пренебрежительно к ней относится, эта женщина будет несчастна. Значит, она быстро постареет, она будет иметь своих детей, уж простите меня за слово такое. Дети будут несчастны. Ну все попали дружно, ну все попали дружно. Ну и до своего мужчины, когда, если она поймёт, откуда ножки растут, она всё равно до него достанет. Женщина сильнее энергетически. Не хотите, расставайтесь по-хорошему. Хотите, соединяйтесь, но это должно быть искренне. Чем искренней и честнее мы будем по отношению друг к другу, тем качественнее, глубже и с более смысловой нагрузкой будет любая наша с вами жизнь. В семье ли, на работе ли, в каком-то познании. Я вот, допустим, ну, своё опять, да, я так пять копеек сюда. Вот когда я начала мастер-классы, у нас первых там два, ну, две беседы, два занятия, была такая притирка. А вот третья уже там, четвёртая, и уже вот там как-то вырабатывается один язык. Мы уже начинаем понимать, я уже в том числе и начинаю понимать, что вот здесь мне нужно что-то сказать, а здесь мне нужно промолчать. Вот здесь мне сейчас нужно с одним человеком поговорить и сказать ему вот так, чтобы это вовремя. А другие поддерживают, у человека моментально повышается самооценка. Это то же самое, что в семье, это то же самое, что в коллективе. Когда люди объединяются из разных социальных статусов, даже стран разных, более того, понятно, что все русскоязычные для того, чтобы... Но зарождается что-то такое новое, и стержень всего этого, вот ось, вот вокруг которого общаются, люди хотят меняться. Люди хотят видеть те свои ошибки, не вот это ты такая, сякая, там и такая. Нет, они хотят видеть ошибки, свои вот эти проколы, которые усложняют жизнь. И как только это видно, все моментально поддерживают, как, допустим, у Катерины пишут по пятницам отчёты, что сделал там-то. И все радуются. Мы разучились радоваться и восхищаться, и поддерживать человека, который в течение недели взятые на себя какие-то обязательства, пускай они не будут не очень ёмкие, но тем не менее, что он выполнил, что он смог. Вот общение какое. Вот оно должно быть, общение на основании поддержки друг друга, на основании посмотреть с разным взглядом, потому что мы в разных семьях общались, мы разные институты заканчивали, у нас разные были наставники и учителя. И это всё равно остаётся в нашей памяти. И вот эти нюансы дополняя, зарождается огромная, классная, потрясающая, такая ёмкая беседа, сообщество людей, которые, ну, точно знают, что даже если какой-то будет вопрос, ну, такого личного характера, с ним можно разобраться. Обязательно получится поддержка. Обязательно кто-то скажет что-то такое, что это будет вовремя, на сейчас, и самое главное, как ключик ситуации. На мой взгляд, я так всю жизнь живу. Это обязательное стремление человека, чтобы быть счастливым, чтобы рядом находились те, с которыми комфортно и хорошо. Люди всё равно будут меняться. Но вы точно знаете, что на смену одной или одному придёт другой. Обязательно. И он всегда будет лучше, слышите? Лучше, а не хуже предыдущего. Это закон. А чем ниже мы опускаемся, чем больше мы привязываемся, чем больше мы страдаем, переживаем, тоскуем, как-то одеваем какую-то ерунду на голову, вот там работает ровно противоположный закон. Каждое последующее или каждое последующее будет хуже предыдущего. И вот в этом случае выбор за каждым из нас. Вы хотите, чтобы лучше было, или хотите, чтобы хуже. И опять-таки оценка ваша, что такое хорошо-плохо, что такое лучше-хуже. И вот тут замотная система ото всех сторон имеет место быть. И вот с этим разобравшись, поставив приоритетность или систему ценностей, вот тогда жизнь быстренько налаживается. Настолько классно и точечно работает мышление, вот это мне надо, вот это мне точно не надо. И заморачиваться не будем. Тогда то, что надо, с этого пространства выщёлкивается, выдёргивается. И жизнь преобразуется, простите, заговариваюсь уже. Она начинает яркими красками играть, дарить подарки. Самые неожиданные. Не важно ценовая политика, важно, что вовремя. И ваша внутренняя радость, как зажигалка, вас заряжает на целый день, а то и неделю. И вам так хочется со всеми этой радостью поделиться. Но внутренний такой контроль, контроль, говорит, вот с этим можно делиться, а с этим не стоит, потому что этот точно будет благодарен, а вот этот, это в бездну всё. Вот так жизнь выстраивая, вы не даёте возможности испытывать отрицательных эмоций и не приближаете тех людей, которые этими эмоциями наполнены. Вот это называется разрушение или созидание. И неопределившиеся, неопределившихся больше всех чистильщиков или мусорщиков, отрицательных, которых всё рушит, 10%, которые должны убирать за всеми, хотим мы того или не хотим, подай, принеси, называется. И те, которые 10 строят, и из тех 80 притягивают те, которые хотели бы стать лучше, чище, достойнее и выстраивать свою жизнь, они готовы засучить рукава, этим заниматься. Вот так мы с вами тут развиваемся, вот так мы классно живём, вот так мы выстраиваем свою собственную перспективу. А всё остальное, оно как-то перестаёт на вас давить, шумовые эффекты в меньшей степени отвлекают ваше внимание. Ну, собственно говоря, и всё. Шоу, которое творится по всему миру для того, чтобы вы тратили своё внимание и время, и энергию, и ресурсы, и пытались бояться или пытались как-то подстраховаться, в меньшей степени вас привлекает. Ну, тогда всё, что у вас есть, как ресурс, вы вкладываете там, где вы находитесь, и ваша жизнь преобразуется. Вот истинное состояние. Вы хотите быть и находитесь теми, с кем вам приятно, вы живёте там, где вы хотите, и выстраиваете ту перспективу, корректную, конкретную, как целеполагание, и вы с неё не сворачиваете, и вы обязательно её получите. И это называется исполнение собственных мечт. Вот так это работает. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада провести вместе с вами этот прекрасный пятничный вечер. Спасибо огромное взаимно. Ирина Николаевна, Нужна помощь мудрым советам. Сестра регулярно лупит и шпыняет своего сына. Я попытался мягко поговорить с ней о негативных последствиях для моего племянника. Не помогло. А на днях увидел, как он мучает и бьёт уличных кошек. Не смог ничего ему сказать. Вспомнил и свои аналогичные детские поступки. Нас с сестрой родители в детстве тоже лупили и унижали. Вот эта программа. Вот эта программа, она передаётся. О чём я пытаюсь вам всё время донести. Это бессознательное состояние. И это будет продолжаться всю жизнь до тех пор, пока человек не захочет на всё это честно посмотреть. Помочь ни сестре, ни племяннику невозможно. Если она не понимает, что делает, мальчонка будет тупо копировать, почему такое большое количество животных страдает. Ну, собственно говоря, вот эта компенсация. Ему причинили боль, он идёт, причиняет боль. Почему норма, норма человека, как личности. Вот как меня учили. Первое. Я вот только своим тут рассказывала вчера вечером. Я дала очень-очень много лет назад слово. Я его свято держу. Я никогда другому человеку не причиню боль. Никогда. Мне этого делать нельзя. Я могу создать ситуацию, я могу там как-то по-другому поступить. Но человек начинается с момента, когда он не имеет права причинить другому боль. И я этим занималась, поверьте, ну, годик-полтора. Потому что в нашем государстве это норма друг другу причинять боль. Это насилие. Моральное или физическое, психологическое. Это насилие. И отказаться от него просто так достаточно сложно по себе, знаю. Почему, если вы не причиняете насилие, значит, у вас должна быть какая-то альтернативная система, которую можно заместить. То ли это слово разговор, то ли это технологическая система, то ли это разбор какой-то, да, то ли это инструментальная вещь, где человеку можно объяснить, какие последствия, что будет происходить. Но просто декларировать, что бы то ни было, или оказывать помощь, это бесполезно. Потому что программа, это как прошивка, она работает очень жестко. Остановить ее за один раз невозможно. На нее можно обратить внимание. Но как только начинается стрессовое какое-то, неудовлетворенное состояние, программа включается в секунду. И неважно, кому будет причиняться эта боль. Потому что в этот момент, всегда в момент, то, что я слышу и вижу, агрессивных людей, никчемных, не очень доразвитых, простите меня за слово, их становится все больше и больше. Агрессия – это неуправляемая эмоция, накопленная, которая и приводит к состоянию аффекта. И если этим не заниматься, и не понимать, то и нас станет меньше, и животных станет меньше, потому что ну вот это сейчас набирает обороты. И, собственно говоря, ну, насколько я вижу и понимаю, не особо кто с этим делом заморачивается. Даже в какой-то степени это и поощряется. Так что, пожалуйста, будьте внимательны. А помочь за один раз, возвращаясь к вопросу, я вас уверяю, это невозможно. Невозможно, потому что это происходит ежедневно, а за один раз указать, это значит, человека, находящегося в таком вот аффекте внутреннем, ну, во-первых, на себя негатив вызовите, а во-вторых, это еще в большей степени отразится на том племяннике, на том малыше, который получит два раза, потому что кто-то решил его маму тут поучить, как его воспитывать. Так что вот спасать, это ну, такая чреватая история, чреватая роль. Десять раз подумайте. Другой вопрос, если вы в хороших отношениях со своей сестрой, как-то может по-другому зайти, ну, как-то там по-другому, а если она еще и одинокая, и от нее папа ее сына ушел, так этот сынок будет, я вас уверяю, платить долго, долго, пока не убежит или не отползет, за того папу, который, ну, собственно говоря, не сделал так, как хотелось вашей сестре. Это очень емкие вещи, я хочу быть корректна, чтобы, не дай Бог, никого не зацепить, и вы ничего у себя не придумали. Это это или человек при помощи чего-то сам разбирается и понимая, задает вопросы, пережив, осознав и уточняет, или человека нужно сопровождать для того, чтобы как-то клинить эту всю ситуацию, ну, других вариантов, ну, по крайней мере, может, я не знаю, может, где-то, ну, гипноз, понятно, есть там еще какое-нибудь внушение, есть там погружения какие-то есть, ну, это уже то, что нравится каждому из вас или любому другому человеку. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Почему я постоянно залипаю на недоступных людей, которым не хочется со мной никаких взаимодействий, либо держат на расстоянии и играют вближе дальше? У мамы то же самое. Она всегда встречала не тех людей и бегала за ними. В итоге осталось ни с чем. Как изменить эту ситуацию? Спасибо. Я же только что рассказывала. Это программка. Это созависимые отношения. Это когда два раза поцелуя в лобик, ребенок адресированный, месяц должен быть золушкой или наоборот кем-то. Это настраивается, это периодика, это привычка, это тренировка, это определенный навык, на который реагируют родители. И вот эти два поцелуечка раз в неделю, и когда вас отталкивает, в этот момент включается вот эта детская история, надо еще попробовать, надо еще поискать, надо еще, ну не может, я не могу быть такой плохой, что меня не любят и не ценят. Это созависимость, это вот эта программа детская или семейная, или родовая, если это идет, бабушки, дедушки, все на свиньи. С ней нужно разрывать, ее нужно сепарировать. Это самая непростая история. Человеку, по идее, самому справиться практически невозможно с этим. Кто-то, кто-то должен ему помочь в этом разобраться, потому что эта эмоция, она копится, ищется вариант какой, что еще нужно сделать, что нужно сделать. А человек, который поймал на этом, он забирает ваше время, сбивает ваши внутренние биологические часы, и ваша ожиданка включается с большей эмоциональной силой. Вы попали. С этим нужно работать. Там нужно видеть ключи или триггеры, как на вашем языке, на которые происходят точки входа. Там много названий, но принцип один и тот же. На какую эмоцию вас подключают. То ли вы спасатель-защитник, то ли вы жертвенная позиция и ради него готовы на все, потому что там где-то был какой-то сюжетный, такой картиночный момент, что вас любили, и это сошлось с тем, что делала с вами мама. Там много таких застывших образов или картинок, которые триггерят ваше сознание и не дают возможности выйти. Поиск варианта, как это продлить, как можно дольше сделать, и порождает зависимые и созависимые отношения. Да, это так. Это недостаток эмоций, это недостаток поддержки, это уничижение, обесценивание, пренебрежение в семье, и порождает зато малое, тянуться, ползти, цепляться, унижаться. Это нарушение психологического внутреннего состояния. Его надо взращивать, его нужно открывать, нужно там как-то это все преображать, для того, чтобы, если женщина, то получила ценность собственную, увидела, кто она и что она, и достоинство обрела. А мужчина, это сила, это понимание, что если он будет таким пакостником, то ничего достойного с ним рядом никогда не будет. Это выбор человека, и далеко, я вас уверяю, не всегда этот выбор идет в сторону достоинства. Очень часто, где-то даже процентов 70 идет в сторону, вот это пришел, ушел, потому что это без обязательств, это как-то так по-легкому, это как-то так по-крутому, сейчас у нас тут мужчин мало, женщин много, у каждого выбор свой, и во всем этом нужно учиться разбираться, чтобы беречь свои эмоции, и ни в коем мере, или ни в коем случае не позволять, чтобы каждый встречный, поперечный, или каждый я, ну или человек имеется в виду, безнаказанно плевал вам лицо, или наоборот, там, пинал вас ногами, потому что вы решили, что это нормально. Вот эту норму для себя и нужно вырабатывать. И это труд над собой прежде всего, не над другими, а над собой. Это разрешительная база и собственные личные границы, которые дают возможность комфортной жизни, а не потому, что заточенная система, если он не придет, то я буду страдать. Почему вдруг? Страдать можно без него, страдать можно с ним. Так причину страдания сначала нужно определить внутри себя, потому что это привычный образ жизни, и он запускается, потому что чего-то недостает. Вопрос чего? И вот так потихонечку клубочек начинает разматываться, и выходит, я вас уверяю, очень много интересного. Ирина Николаевна, что такое гордость? Откуда она берется? На чем основывается? И бывает ли она неправильной? Почему люди гордятся не своими достижениями, а, например, достижениями поэта-соотечественника или ученого? Чем можно гордиться? Ну, у нас есть, давайте корректно будем, у нас есть гордыня, это желаемое за действительное, это показательное выступление вовне, особенно в том коллективе или в сообществе людей, или в каком-то, на первых порах, где человека не знают. Это гордыня, да, со мной так нельзя, или я вот так сказал. Это показательное выступление, и когда человека узнают поглубже по его поступкам, по словам, намерениям и достижениям, каким-то результатам, то вот эта гордыня, гордыня желаемая за действительное, она как-то падает, обычно говорят «голый король». Гордость – это когда, если мы говорим о семье, да, значит, ваши родители, ваши деды, ваши там родственники, да, такой, ну, род, да, вот родственники, все это сообщество или коллектив людей, или вот это, как это еще называют, родовое древо, да, каждый из них внес, неважно, мужчина, женщина, пришедшие к вам в рот люди, они внесли что-то такую лепту, кто-то стал поэтом, кто-то был там, я не знаю, трактористом, неважно, кто-то стал ученым, кто-то был классным преподавателем, а кто-то был там какой-то девушка или женщина швеей, в которой стояли очереди, да, вот эта лепта навыков и признания людей, это и называется, что вы ниже, ниже этого достоинства, вы не можете опозорить свой род, вы не можете быть человеком без, вот, ну, того, чтобы чего-то не достичь. Вот это родовая программа, такая достойная, выстраиваемая, и она, собственно говоря, любого человека будет сподвигать. У нас таких родов не очень много. Значит, у нас вот эта вот савдеповская история, попили, погуляли, там куда-то налево сходили, потом поругались, потом опять попили, потом кредит взяли, потом поработали. И с поколения в поколение это и ведется, потому что это удобно, это легкоуправляемые люди, это практически отсутствует сознание, там какая-то программка одна включена, на автомат поставлена, и все. И вот тут начинается, если я ничего не достигла, то мы сразу берем покруче, побольше страну, город, и говорим, вот, американцы такие сякие, а у нас тут и Лермонтов, и Пушкин, и тот, и сет, и все. И вот нас распирает от собственной значимости, потому что мы себя присоединяем к тем людям, которых, собственно, они знали, не слышали, и чаще всего даже книжек или стихов не читали, и не разбирались, и вообще ничего. Ну, это круто звучит. Вот это гордыня. Можно присоединиться там, ну, к чему угодно, но на самом деле, кроме языка и территориальности, данных людей вообще ничего не объединяет. И вот это гордыня. Когда вы можете с гордостью говорить о вашем деде, о вашем, там, я не знаю, отце, о вашем дяде, о вашей тете, о вашей маме, о вашей сестре, о ваших предках, которые там жили, там что-то строили, да, и это передается из поколения в поколение, это гордость за род. И вы, понимая, когда, допустим, сидите на каких-то семейных вечерах, и об этом рассказывается, с детства передается, то ребенок это впитывает, вот и закладывается эта программа, что я не могу быть хуже деда, я не могу быть хуже отца, я не могу быть хуже дяди, или я хочу быть таким, как дядя, а отец говорит, вопросов нет, поедем к дяде, он тебе всему научит. Вот это гордость. А причастность к поэтам, к композиторам, к великим людям, это такое смещение акцента от собственной несостоятельности, но в силу соединения языка и территории это придается значимость для человека, значит, вы сразу должны понимать, что с человеком что-то не очень так, и показать собственные достижения или результаты, ну, пока не представляется возможным. И вот это как критики. Мы всех критикуем, потому что своих результатов не очень много. Ну, критиковать сегодня модно, это такой противовес. Ну, хорошо, хорошо, у каждого свой выбор, только вы относитесь к этому менее эмоционально и не принимайте так близко к сердцу, а делайте выводы, самое главное, не тратьте свои эмоции зря. И когда вы это понимаете, разницу, вы говорите, окей-то, и так бывает, вопросов нет, все, спасибо огромное, я вас услышала, или ваше мнение для меня понятно. Да, всего доброго, до свидания. И делайте для себя выборы, выбоды, и все. Тогда для вас это понятно, стоит дальше продолжать отношения или не стоит. От души благодарю вас, Ирина Николаевна. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Спасибо за развернутый ответ. Вопросы психологического характера закончились. Отлично. Мы сегодня классно с вами поработали, тиры пообщались. Я получила истинное удовольствие. И вам благодарна. Благодарна, что вы у меня есть. Вы меня круто развиваете. И даже вот сегодняшнее состояние, когда я попыталась передать вам вот это чувство, я получила обратную связь. Ну это круто, правда круто. Хороших вам выходных, потрясающего пятнического вечера. Учите жить. Учите жить так, чтобы дух захватывало, чтобы, знаете, в душе вот такой ручеек звучал, и вы точно знали, что вы будете делать завтра. И вы точно знали, с кем бы вам хотелось находиться сегодня. И тогда вся ваша жизнь, и мы обязательно к этому дойдем, я вам гарантирую, она будет каждый день по капельке, по горошинке преображаться. Берегите себя, пожалуйста. Хороших вам выходных. Я уже заговариваюсь. Ну ничего, вы меня простите. И до будущей пятницы. Всего вам всего доброго. До свидания.